Добрый вечер! Сегодня мы будем делать рецепт очень простой. Из тех, которые приехали домой, не знали ничего есть, полез в холодильник, нашел там куриную грудку, чеснок у нас был, потом такой вот перец сухой и, в общем, больше ничего не надо. Значит, несмотря на то, что рецепт очень простой, очень вкусный, значит, что мы сделаем? Мы для начала порежем чеснок, мы взяли 4 зубчика, кто может взять больше, кто меньше, кому как нравится, и один такой перец. Сейчас мы это порежем и начнем обжаривать в оливковом масле чуть-чуть совсем. И потом туда положим, значит, уже куриный грудь, который мы порезали такими, как гендочками небольшими. А сейчас мы это все сделаем и продолжим. Итак, значит, мы порезали такими дольками, не очень тонкими, чеснок, порезали ножницами, вытащив предварительно все семечки нашу перец. Теперь, значит, мы нальем сюда масло, не очень много, я почему объясню, почему не очень много. Значит, и положим сюда наш чеснок и перец. Гензилия, да? Гензилия, ну, по-испански это гензилия, по-русски я не знаю, как это. Ну, острый перец. Ну, он не совсем острый, он, в общем-то, такой промежуточный. Вот. И оставим здесь это делать. Теперь, значит, надо сделать один шаг, который очень важен. Это мы сейчас, значит, вот в эти грудки нальем масло. Так вот. И потом руками, именно руками все это как все это перемешаем. Зачем? Чтобы грудка, каждая из кусочков, была в масле. Чтобы они не слиплись между собой, и чтобы потом обжарились хорошо. Значит, по этой трубе мы масла налили мало. Вот так вот, чтобы у нас все было желательно в масле. И сейчас у нас, как чеснок, чуть-чуть еще, прям буквально минутку, и мы положим туда курицу. Так, чеснок он обжарился. Значит, мы его сейчас вытащим. Положим в тарелочку сюда. Вместе с перцем вытащим все. Чеснок и перец. Значит, это постарательно. Желательно, чтобы масло, под которым он делался, наш панас осталось на месте. И сейчас мы сюда положим лутку. Так, значит, сейчас мы сюда поднимем и положим сюда грудку. Уже соляную? Нет, грудку мы сейчас не солим. Потому что, если мы сейчас посолим грудку, то надо в кучу воды и не пожариться. Мы практически, когда уже будет готово, за 2 минуты, как ее вообще уже вынимать и есть, мы ее посолим абсолютно крупной солью. Так, значит, прибавим чуть-чуть, а то рука у нас совсем прибавилась. И, значит, будем обжаривать ее. Значит, куски маленькие, поэтому сделать надо достаточно быстро. Одну же минуту за 10. Ее так постоянно надо перемашивать, чтобы они жарились с разных сторон, она уже будет готова. Ну, тут уже зависит от каждого, от своих вкусов, кому нравится более. Но учтите, чем больше ужарите грудку, тем она будет суше. А это должно все-таки оно может быть сочно. Значит, жарить, я считаю, что надо менять. Так, грудка у нас готова. Значит, сейчас мы ее посолим. Я говорю, что так лучше крупной солью. Будет вкуснее. Крупная соль, она немножко, как видите, такой гельтоватой. Теперь мы положим сюда обратно чеснок и наш перец. Все это перемешаем. И буквально 30 секунд. Так, возьму, чтобы все осталось полу-три сковородки. Значит, и все, и можно есть. Значит, такое простое блюдо. Значит, сделали, я думаю, мы его, включая резвение курицы, но за 20 минут, как сам большой. Итак, это у нас сегодняшнее суперсблюдо. Как называется, не знаю. Будем считать, что это условно называется жареная грудка с чесноком и перцем чили. Значит, всем приятного аппетита и пока. Приятного аппетита, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok